здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы будем моделировать программе the brush мне для одного из моих проектов нужно сделать смайлик в интернете покопался очень много конечно смайликом но я не хочу быть как правильно сказать плагиатором или сделаю своего и заодно покажу как я его делаю так вот выглядит настроенная мной the brush настраивается на вот preference config enable customize передергивается так и можно значит ну здесь были другие инструменты я сюда переместил кисти как-нибудь отдельно этот урок запишу чтобы показать как перемещать если не ошибаюсь shift alt нет ошибаюсь катер альт и значит берем любую из этих любой из этих инструментов и можно переместить не в этом дело сейчас выключаем больше не сможем перемещать ничего так давайте начнем начнем моделить наш смайлик включим симметрию на клавиатуре горячая клавиша x и начнем начнем наверно с глаз выбираем инструмент кисть клэй о кислово булт ну короче говоря вы видите что то там булт какой то нажимаем alt и удавливаем мне нужно чтобы этот смайлик было добродушен веселый так у меня вот включен инструмент дайна миш это такой инструмент который зажимая cutter и проводя они в пустом месте в пустом пространстве рядом с моделью он перестраивает сетку то есть плотность сетки по всей модели распределяется равномерно очень хороший этот инструмент dynamesh рекомендую его использовать так сделали разрешение здесь можно менять чем выше разрешение тем больше плотность сетки сейчас у меня стоит разрешение 32 для начальной формы вполне достаточно выдавим на нос выдвинем раз видели и перестроился наш смайлик не знаю какой мос, мос как будто широкий такой мос картошка клавишей shift неважно какая кисть у вас это сглаживание поверхности модели ну словно она как-то вниз столь его передвинет давайте сразу ему добавим добавим глаза кисть insert insert сфера делаем таким два глаза ему переходим так переходим в саптул саптул сплит и нам нужно сплит анмаскет поинт да все наши глаза у нас в проекте так переходим саптулли переходим на саптулл здесь можно переименовать его, то есть сам смайли, голова, глаза, это делается очень просто, от rename и давайте переименуем rename, и этого тоже переименуем head, как правильно, head, по так и нам нужно сохранить, save as заброшь, создать паку, смайлик, 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 и здесь тоже, смайлик, смайлик, сохраняем, окей, так, у нас какой-то он большой получился, если что, то можно исправить, теперь переходим на глаза, нажимаем кнопку W, это инструмент перемещения, долго я с ним не мог понять, как он работает, но оказалось все просто, тут дело опыта, ничего не сложного не оказалось, так и у него должна быть широкая улыбка, уменьшаем, уменьшаем кисть, делаем, делаем он улыбку, так вот, у меня здесь будет в общем basketball то есть это о том его снег merk о сохраняяя у почему то на место того чтобы убрать наоборот увеличить нажато сглаживание не знаю в чем проблема, но не важно, оно должно сглаживать, убирать а у меня нажато add the soup теперь оно сглаживает ту сторону которую нам надо выровняем ну что у меня такое лучше уменьшаем кисть делаем ему ноздри мне должно быть веселое выражение лица все равно какого-то страшно получается сейчас мы делаем грубую такую заготовку а потом уже с увеличением разрешения в этой простой модели не будет много каких-то там какой-то там детализации мне нужно просто чтобы улыбающийся был колобок и все но вообще с увеличением разрешения увеличится детализация то есть какие-то морщины какие-то волоски прыщики какие-то там рисунки наколки и т.д. в данный момент мне это сейчас не нужно чтобы получилось выражение смеющегося колобка зло получилось вот так мы надобрее попробуем добавить теперь объема объема так пойдет увеличим разрешение 64 сейчас 3140 64 64 вручу включим и включим динамиж это разрешение не добавилось хотя должно было добавиться 64 64 ntool 372 375 328 добавляем не хочет так я нажал CutRLD он сразу в 12000 увеличился то есть я не выключаю D на мэш нажал CutRLD это добавление сетки уплотнение сетки Divide то есть я повышен на Divide вообще оно с добавлением здесь разрешение должно было добавить сетку почему-то не добавила не хочу вдаваться подробностям не добавила не надо иначе по-другому сделаем так жмем S это для быстрого для быстрого попадания в размер сетки если мы нажимаем пробел есть дополнительные строки сетки о чем я говорил когда я двигал глаза это буква M Move Scale Rotate на клавиатуре это вот оно сразу подписывается это видите сверху Move W Scale E R это R это R на клавиатуре R так теперь мне нужно бууууууууа такое более веселое какое-то такое смеющийся смеющийся колобок Лучше смеяться, чем плакать. Так, Move, нажимаем Move, увеличим размер, немного выдвинем. Немного страшноватый, если что можно переделать, если есть такое желание. Но я переделать не буду, делаю с первого раза и не переделываю. Как бы это не столь важный какой-то там проект, поэтому делаем так. И заодно можно научиться делать лицо. На таком вот, на таком примере, на примере колобка. И заодно. И заодно. И заодно. Каждый раз и браш работает по-разному. Сейчас я нажал сглаживание, а он мне делает вообще что по поводу. Перестаю удивляться этой программе. не канал. А, у меня не включается почему-то кисть. Кисть глаживания почему-то не включается. Сложно включаться. Вместо нее включается стандартная кисть. Вот это Smooth. Shift key. О, теперь. Ну ладно. Вот видите, на заглаживание. Уменьшим интенсивность заглаживания. Опускаем на 20. И подровняем немножко нашего дрова этого. И добавим тоже веселья, веселухи. А сделаем огромную губу. Огромную губу. Такой весельчака. У. Если кто из вас смотрел этот советский мультик. Огромная такая губа. Далее ему кличку или имя. Как хотите. Весельчак. У. 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 не то сгладим немного и зададим тут ему гротескную морщинку но когда вы применяете перерасчет дайна мэш видите сбивает наш портрет поэтому применять его нужно с умом да так руки давайте сначала начнем с ног так как бы я недалеко зашел то есть детализация не сильно сразу же делайте когда то есть продумайте наперед если у вас будут руки и вы делаете там работы с интерметром дайна мэш то когда вы будете делать пересчет потому что когда мы будем вытягивать то есть будет сетка будет неравномерно нам придется делать пересчет и естественно собьется у нас вот эти вот детальки поэтому далеко в разрешение не уходите а сразу же сразу же тяните ему руки и ноги там или там рога там и уши там потом делайте уже перерасчет и добавляйте детализация, детализация, детализация потому что когда делаете уже в конце детализацию эти квадратики настолько маленькие что из меня тоже практически ничего не будет зажимаем катерл и наносим маску то есть маска в пустом месте от модели делаем клик зажатый катерл и инвертируем маску то есть видите было сделала черную бац стало белым так инструмент move и попольше кисть вытягиваем наши ноги делаем перерасчет вот так теперь мне нужно вытянуть сюда их так вот так я хочу сделать сделать тапочки хочу Давайте переключимся в другую кисть Move, которая немного к другому работает, можно было еще backface mask включать и тогда кисть действует только на ту поверхность, которую мы тянем. Тянем за эту, противоположная не двигается. Делаем пересчет. Сгладим. Я сейчас не использую никакие референции, то есть я не смотрю как выглядит обувь, как она правильно, то есть я примерно то, что в повседневной жизни я примерно уже придумал, что я хочу видеть, какую обувь у него, пытаюсь ее воссоздать. Опять же таки эта модель будет, вид спереди у нее только и все. То есть я хочу из нее сделать просто картинку, фотографию, поместить ее в своем канале. И так далее. И так далее. И так далее. Затем. И так далее. И так далее. И так далее. Вот так далее. на улице пошел дождь живут это сейчас время у меня нужно на час ночи я хотел по быстренькому смотрелить все это дело не смотрю на время сколько там идет видеозапись хочется чтоб не только быстро но ими не было похоже на что-то так и руки руки, руки, руки отсюда где-нибудь увеличим гейсом захватить полностью наше уделение сделали перерасчет динамеша то есть проверили в пустом месте перераспределяет сетку делают ее однородной по всей модели так усложняю модель хотел просто колобка сделать что я буду делать затянется надолго делаем меньше кисть вытягиваем пальцы и тянем пальцы и тянем пальцы Продолжение следует... 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 но то есть он делает их когда ему интересно то есть какой-то последовательность какой-то закономерности не видел опыт определенным через какое-то определенное время сохраняя просто сохраняя мои такие наблюдения возможно не прав так хорошо увеличим еще разрешение было шестьдесят четыре давайте разрешится ход назад шестьдесят четыре тысячи заставляем все это квадратные вещи потихоньку убираем вот такой в Ростопырку стоять, всех встречать. Всем привет. Так, изменим фокал. Как он называется, не знаю, слизник, через который слезы вытекают. Улыбку сейчас забацаем, что он веселый пацан был такой. Какой-то страшный, по-моему, получился. Не такой страшный. Если даже ночью приснится, так можно будет отмахаться топором. Так, сделаем первый счет, посмотрим нормально. Особо ничего не испортилось. И это радует. Вот видели, сейчас только что выскочило менюшку, он изображ, сохранился. Решил он так сохраниться в этот раз. А бывает, что просто отвлекся, сидишь там, что-то там думаешь, чтобы замоделировать, как это все дальше сделать. Изображ, бац, тут в это время. Пока ты там думаешь, бац, и сохранился. И все. То есть, хочу сказать, что в забраже есть свои причужины. Блин, этот палец у меня что-то надо с ним сделать. Ну, побольше не сделается. Пухлым таким мне надо не сделать. Давай распухни. Ага. Неохота так оставлять, чтобы не был какой-то разорванный палец. Вот такой вот, чтобы положим не было. Бэкфейсмаск. Видите, он теперь тянет только только с этой стороны. А ту сторону уже не трогает. Пересчитаем все. Светка. Вот улучшилась. Так. Есть уменьшение. Здесь добавляем фаланги, такие да? Добавим фаланги. Здесь мы можем убрать. Вот так вот. Здесь мы можем убрать. добавить наоборот большой палец, но сейчас сделаем действительно большой так добавим в благородство уберем разграбываем уже более-менее был стал похож на палец большой как-то так раздалека нормально так вот он встречает мой канал так здесь есть еще у меня кисть такая трим дай вот она по месту распределяет сетку разглаживаю пробу потом сглаживание применить лучше результат получается нежели просто применяем есть злаком то есть постепенно такими добавлениями деталей а потом добавлением разрешения сразу разрешение большое делать не стоит потому что вы не добьетесь как ни странно это звучит такой детализации то есть у вас будет тянуться как бы большое количество полигонов они будут смещаться смешиваться и получится некрасивым лучше делать все постепенно сначала грубую модель потом ее все усложнять усложнять и каждый раз прорисовывая те моменты на которых вы хотите остановиться ваша модель будет приобретать все более усложненную более детализированную и потом уже законченную законченный результат решивающему колени это сделать почему раз зубы мы сделать конечно два зуба тут или не надо не знаю даже не знаю даже но это которые сейчас не знаю Продолжение следует... Мусор какой-то не такой. Добавим более такие. Массивные ноздри. Как бы на Брежнева не стал похож. Массивные ноздри. Расчет сеточки. Постепенно набрасывать штрихи. И потом постепенно добавлять ему разрешение. Возрешение. Массивные ноздри. За суп, а не нужно наоборот за ад. То есть добавить. Возьмем сюда. Также сюда можно провести. Сохранить. Добавим. Было 120. 180. 180. 180. 65. 180. 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 это видимо тогда, когда я добавил сетку Ctrl D, здесь разрешение увеличивается, но не показывает 65000 рублей, давайте сохраним другой, Smiley 2 будем считать, что разрешение увеличилось опять, опять, ни хрена не увеличилась сейчас добавил разрешение 496, строка просчета подождем, поставлю на паузу, чтобы вы не ждали я сделал разрешение 256 и наша сетка уплотнилась, 294100 сразу же заметно это, потому как сразу начал притормаживать компьютер, компьютер у меня слабенький конечно, но какой есть теперь мы всю модель туда заглаживаем чтобы не было заметно квадратом и каких-то там неровностей, горбатостей все там изглаживаем давайте ему дадим материал, другой какой-нибудь стандарт где-то там был basic, basic basic на нем более заметку всякие неровности ну что, улыбается, если надо и улыбается нормально там кисть move как увидят это чудик, разбегутся все блин господи, что ты там сделал ужасно где ты его взял а нигде не взял, сам сделал сохранился итак вот этим вот этой кистью сделаем детализацию нехитрую детализацию можно сделать так что было нет это нехитрую это нехитрую нехитрую и это нехитрую и что И надо еще ему сделать здесь более детально. Стандартные кисти. Стандартные кисти. Стандартные кисти. Трим даймик. Разглаживаем, разглаживаем. и теперь shift зажимаем и получается ровненькая все заметил в этом в программе the brush то что несимметрично делается несмотря на то что мы поставили симметрию углубления какие-то на мой взгляд делаются не одинаковыми что мне просто так показалось действительно таки есть глядя сюда на эту сторону здесь по другому здесь уже сглажены а здесь еще какие то пооставались не сглажены вещи если бы мы заранее тут провели бы этот самый и мыть морщинки здесь морщинки здесь то невозможно бы получились бы у нас лучше можно губу сделать все в трещинах помочь это страшно так переходим глазом глаза увеличить разрешение 128 сейчас они у нас весят 3000 полигону сейчас посмотрим сейчас 5900 давайте а то же 256 чином мелочиться надеюсь что она просто не показывает сетку так теперь глаза можно переместить и вверх вот этот зеленые и красные штучки это как сказать рычажки показывает направление точное направление куда переместиться инструмент мур так он там не зладит потому что потому что я сейчас совсем другом с Аптурия так хочу его покрасить в желтый цвет как обычный а какой же еще для этого нам надо включить по-моему RGB стандартную кисть RGB ZAD выключаем и выбираем цвет желтый цвет значит в color здесь есть кнопка size palette и color а вот fill object она по идее должна окрашивать только того кого мы сейчас выберем саптул какой саптул мы выберем сейчас проверим получится или нет да изменился цвет глаза остались прежними да желтыми изменился цвет так нужно чтобы он пожил тел желтый стал желтым глазам мы поменяем материал материал нам можно найти материал который будет похож на есть стол материале тоже кола или материал нет тоже вон кола и лоб все сделаны здесь запутанно глаза эти глаза напротив где же тот материал который блестит и нет не кто не кто кто не не кто нам надо теперь применить материал давайте выберем какой-то материал где-то тут материал скин скин хэйт 4 вот он глазам нужно применить другой материал толь пластик где он делся толь пластик толь пластик хищн у под цар гу м м скетч не годится, нужно просто той пластик, что его не вижу, где он делал применил я той пластик, не скетч, той пластик, а именно просто той пластик добавил я ему два дивайда, стало 94 тысячи весить, глаза стали весить 94 тысячи, чем больше разрешение в сетке, тем лучше накладывается текстура давайте нарисуем глаза RGB стандарт так, сохранюсь на всякий случай на всякий случай и голубые глаза чуть темнело и голубые глаза и и и Продолжение следует... 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 подбором цветов получился такой смайлик на один не похож это лично мой смайлик сохраняем теперь можно его отрендерить где у нас рендер наверху здесь значит всяческие настройки туман вот можно добавить глубина нам еще нужен свет здесь свойства света тень здесь выбираем какой свет свет в реальном времени видим как он действует на наш объект тень тень включать нужно выключать тень тень который обозначает в каком месте находится источник света который можно перемещать назад возвращается тень это можно разобраться сейчас мне хочется это разбираться что сделать рендер рендер веселого чувачка такого с красным носом с кого с поднимать тень тень Так, сохрани. Включайся. Сверху, наверное, будет веселее было, если вот это отключить. У меня цвет, он более веселый. Сверху. 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 и мы их просто наложим умножение получился такой вот у нас такой вот смайлик какой то в тени там здесь вот этим инструментом можно уменьшать воздействие слоя пускай будет так еще к нему хочу сделать киноленту такую обивающуюся вокруг релетающую киноленту это уже сделаю в следующий раз потому что я уже хочу спать спасибо за внимание кто смотрел это видео ставьте лайки если вам понравилось если вам понравилось смотрите мой канал подписывайтесь спасибо что смотрите мой канал всем пока спасибо 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 спасибо